Судьи Тверской области подвели итоги работы за 2022 год, а также определились задачами на текущей. В ежегодном совещании приняли участие работники судейского корпуса из Твери и районов области. Также в рамках мероприятия были определены лучшие суды и судьи, которые получили заслуженные награды. Тему продолжит наш корреспондент. Тверские судьи обсудили на очередном совещании дела закрытые и насущные, а также задачи на ближайшие месяцы. В 2022 году мировые судьи рассмотрели более 270 тысяч дел. Это семейные споры, кредитные обязательства, долги по ЖКХ и многое другое. Это сложные категории дел, это моменты спорные, требующие знаний закона и тонкого подхода. Самое главное это качественная работа. А что такое качественное отправление в правосудие? Это снятие конфликтов, это разрешение споров, это, будем так говорить, будет нивелирование определенных тех социальных напряженностей, которые возникают и могут возникать. Кроме того, в судах рассматриваются и административные дела. Оштрафовано 31 тысяча нарушителей на 117 миллионов рублей. Рассматриваются уголовные дела, их более 4 тысяч. Около 1600 заседаний были посвящены преступлениям в сфере экономики. Около 1000 преступлений было совершено против личности. 199 лиц осуждены за убийство. На совещании обсуждались недостатки развития судебной системы, вопросы кадрового отбора кандидатов на должности судей, вопросы судейской этики. В рамках совещания были подведены итоги конкурсов «Лучший суд» и «Судья года». Так лучшим стал в этом году суд Московского района Твери. Радостно для нас, потому что мы уже второй раз становимся, будем говорить, да, занимаем первое место. И, конечно, даст большую стимул в работе, оптимизм. Работа-то наша, она, в общем-то, и охватывает понятие сложное. Старались. Мотивация такая, что, конечно, стража закона. Впервые в этом году была учреждена и вручена премия имени Николая Ивановича Мальцева. Среди судей человек-легенда, которого знали и уважали за справедливость и профессионализм. Первым, кто удостоился этой награды, ученик Николая Ивановича, судья областного суда, который специализируется на уголовных делах, Михаил Бобров. «Оставил он большой след, несомненно, в истории Тверского правосудия. Это человек с большой буквы не только как судья, но именно как человек. То есть это для меня действительно большая честь, потому что есть на кого равняться. Не буду скрывать, что в своей работе во многих тех решениях я принимаю те принципы, которые он нам в свое время закладывал. Также грамоты и медали к столетию Верховного суда получили судьи Вышневолодского, Торжокского и Торопецкого судов. Слова благодарности в адрес служителей Фемида прозвучали от главы региона Игоря Рудени и председателя регионального парламента.